Я иду по кромке площади Победы в Калининграде, там где начинается Советский проспект. Вот этот дом Калининградского технического университета. Это государственный технический университет. Это дом номер один по Советскому проспекту. Впереди здание нашей службы безопасности областной. Красивое здание. Принялся тут тоже, наверное, что-то подобное было. КГБ, ФСБ изначально в этом здании разместилось, по-моему, со времени основание Калининградской области. Это вот раньше был межрейсовый дом моряков. Типа как гостиница, наверное. Вот, а сейчас его все. Захватили банки и непонятно кто. В общем, организации бесполезные. Ничего не производящие, кроме процентов прибыли для себя. Калининградский деловой центр. Раньше здесь была вполне приличная большая гостиница для моряков, для рыбаков. Вообще, продолжая начатый в предыдущем ролике разговор насчет традиций нацизма, фашизма, то необходимо сказать, что в Калининградской области, в Калининграде эти традиции, они как-то совсем не прижились. Вот, и некоторые, так сказать, какие-то профашистские или пронацистские организации, которые там существуют у нас, в России. Вот таким образом они появляются, наверное, это другой вопрос. В Калининградской области это как-то совершенно не развито. Вот. Может быть, на это как раз влияет именно то, что мы живем на территории поверженного рейха Восточной Пруссии. Среди архитектуры Восточно-Прусской, Кенигсбергской. Вот. Она тоже влияет на сознание. Вот. Ну, может быть, и есть какие-то там понятия насчет, что такое Третий рейх, что такое нацизм. Ну, а здесь, в Калининграде, это, по-моему, никогда не носило какого-то особого острова, какого-то ярко выраженного, что ли, или экстремистского характера. Может быть, в плане только Восточно-Прусского какого-то выпендрежа калининградского. Вот. Ну, потому что, в общем-то, калининградцы, несмотря на то, что это, собственно говоря, такие же русские люди, как по всей России, вот, может, даже с меньшей примесью других краей, поскольку здесь представителей северо-кавказских и среди азиатских республик не так много. Калининградцы, в плане вот этой идеологии всяких ревашистских, нацистских, он скоро сдержанный. Я думаю, что наши ребята смотрят на этих всех доморосенных российских фашистов, как бы не, скажем так, как бы в некотором плане не была понятна их идеология, причины их возникновения. В общем-то, они смотрят достаточно, в нашем раз, высока, может, даже пренебрежительно в этом плане. Неинтересно это нашим ребятам. Для нас рейх не является экзотикой. Как я уже говорил в одном из своих предыдущих видео, даже не в этом году, вот эта вот площадь Победы, она имела два названия. Это была Ханза-Плац, ну или площадь Ганзы, Ганзейский город Калининграда, или Кёнигсберг, Ганзейский город отдельный. А потом, один период, она называлась Адольф Гитлера-Плац, но она не была похожа на то, что мы сейчас видим, что ее очень изрядно переделали, облагородили. И, несмотря на то, что у нас, в принципе, сейчас достаточно ценой погрузились за восстановление всеми того немецкого армия, последия, которое и осталось. Калининград все равно остается русским городом, адекватным, без особого выпендрежа городом. Хатай, здесь до Берлина, до Варшавы, наверное, в два раза ближе, чем до Москвы. Ну и до Берлина ближе, чем до Москвы. Где-то возле Королевского замка есть указатели, там все вот эти вот расстояния показаны до различных европейских городов. Там видно, что из Калининграда и ближе до Европы, чем до России. Ну, в определенном плане. Европа, если Польшу можно сочетать Европой, ну, конечно, Европа только восточная. Тут вообще километров 30, 40, 50, в различных местах по-разному. Вот сейчас я иду на улице, по улице профессора Баранова, если я не ошибаюсь. Может, ошибаюсь, к рынку центральному. Ну, рынок центральный у нас превратился в такой огромный торговый комплекс, подразделяющийся на эпицентр. Потом еще какое-то название одно. Вот. Тут вот передо мной вот так прямо. Какое-то название у него греческое, по-моему, забыл. Это промышленные товары. Ну и большой такой продовольственный блок. Продолжение следует... Продолжение следует...